Послабление. Здесь очень серьезно надо к этому вопросу подходить. И вопросы, которые ставят профессионалы, которые ставят те, кто касается вопросов, поэтому они, безусловно, должны найти, на эти вопросы должны быть даны ответы. И вопросы с охотничьими билетами и с права людей приобретать оружие, охотничье оружие, оно должно быть очень серьезно обсуждено и конкретно расставлено здесь тоже прийти. Вопросы, которые связаны с совершенствованием законодательства, это главные вопросы, которые волнуют участников нашей площадки. Сегодня мы говорили о так называемой гармонизации веснового и охотничьего законодательства, причем гармонизация в данном случае была взята в кавычки, что такое отношение к этой самой гармонизации высказывается. Не буду сейчас свою точку зрения на то, что я услышал, высказывать, все-таки я не специалист, но есть очень спорные моменты. Вообще, если говорить о подведении неком промежуточном итоге всех этих пяти форм по площадке охоты, я бы разделил такие по направлению. Во-первых, первое, это внутреннослевая дискуссия, то, что дискутируется самим участникам. Вы абсолютно правильно, Петрович, сказали, вы присутствовали у нас на второй части обсуждения. На одни и те же проблемы участники нашей площадки высказывают диаметрально противоположные точки зрения. Я не берусь судить, кто из них прав или нет, но это пара. И это, на мой взгляд, слабость в данном случае сообщества. Потому что если сами люди, агенты внутри своей отрасли не могут прийти к общему знаменателю, то вряд ли за них это кто-то сделает. А если сделают, то понятно, что тут же будет армия недовольная. Поэтому я вообще не склонен считать, что в спорах рождается истина, но в дискуссии, наверное, как минимум, что-то, то, что должно привести к общему знаменателю, и где-то кто-то уступает, и есть возможность уже выйти из более-менее сбалансированной, единой такой позиции. Другая часть вот этого направления и мои мысли по поводу того, что происходит, это, конечно, относится, и на мой взгляд, это самое главное. Это выработка государственной политики в сфере аналогов. Я бы сказал вопрос идеологический, просто идеологию. Надо понять, а что, собственно, государство хочет от этой отрасли? Что она ожидает? Это точка роста, про которую мы всегда говорим. Это какой-то такой бедный родственник, который будет всегда на ошибе всех остальных. И, как вы сегодня сказали, там некое такое развлечение для, там, в зависимости от кошелька и как-то. Чего государство ждет это? В зависимости от того, что сформулирует государство. Горизонтом планирования, ну лет на 20 хотя бы. Вот хотим через 20 лет, чтобы это выглядело вот так, там, не знаю, 1% ВВП, как это было в СССР, да, то, что давала отрасль. 1% ВВП это Советский Союз. Вот у нас такая задача. Для этого нам нужно сделать это, это и это. Тогда участники уже, да, участники этой отрасли, участники этого процесса, они уже будут с конкретными какими-то вещами подходить. Я понимаю, что и этот горизонт планирует. И все, что должно происходить, и то, что государство планирует, оно должно происходить в тесном контакте с людьми, с земли, что называется, да, с охотниками, с союзами, с общественными организациями, с профильными министерствами. Но все равно без этого никакого прорыва, никакого движения вперед не будет. Потому что за эти 5 форумов настроения они менялись в зависимости от участников. Ну, я так скажу, от очень сдержанного пессимизма, оптимизма очень мало, до просто панических, высказывается, панических каких-то настроений на перспективы охоты вот этой отрасли и так далее. Стратегия развития охотничьего хозяйства с планированием, с горизонтом этого планирования должна быть разработана обязательно. Мне кажется, что в данном случае это может быть даже первостепенная задача, после которой возможно уже и гармонизация законодательства, и совершенство незаконодательства. И, наверное, если бы у нас был такой взгляд и государство совместно с теми, кто работает на земле на перспективы развития, может быть, не было тогда вот этого закона 209-го, о котором все говорят. Ну, очень плохо, прямо скажу. Поэтому, мне кажется, это очень важно. И еще одно, я сейчас скажу, потом предоставлю слово уже о конкретике, чтобы Татьяна Сергеевна мне рассказала. Я из форума форум говорю, как человек, который имеет отношение, ну, больше к рыбалке, честно говоря, но все равно. Мне кажется, что очень важно для сообщества охотничьего. Куда входят все, и люди, которые в качестве бизнеса к этому относятся, и как просто люди, как к хобби. Но всех, кому охота не безразлична, кто хочет, чтобы и исторические корни нашей охоты русской сохранялись и приумножались. И чтобы те звери, которые традиционно водились, водятся и являются объектами охоты, чтобы они тоже себя чувствовали хорошо, и все это процветало, все равно для этого нужно объединить эти усилия. И обязательно, с точки зрения вот именно идеологических, чтобы охота ассоциировалась действительно с традицией, с тем, что это люди, которые не убивают зверей, прежде всего, а изымают, как говорят, а прежде всего заботятся о их сохранении, о том, чтобы они были. Но для этого надо работать со средствами массовой информации, для этого надо собственную идеологию определить. Понимаете, сейчас я больше всего вижу, как споры хозяйственных субъектов. Понятно, что у всех своих экономических интересов, и каждый пытается его отстоять. Но вы не отстоите ни те, ни другие, если не будет взгляд на охоту, как на национальное достояние. На мой взгляд, это самое главное сейчас в этой истории, а все конкретное, которое, безусловно, есть, ей надо заниматься, наши формы, мне кажется, это делают очень важную работу в этом смысле. Сейчас я предоставлю слово Татьяне Сергеевне, Единственное, что еще хочу сказать. Большое спасибо организаторам. Великолепная, конечно, республика, замечательная природа. Большое спасибо нашим хозяевам, гостеприимным, которым удалось не только поучаствовать и поработать, но и увидеть замечательные места. За это большое вам спасибо. 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 Спасибо.